Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Понятно кому-нибудь, что я сейчас сказал? Папа говорит, ну что? Конечно. Как за стол садиться, так братья. А у него внутри прединфарктное состояние от горя. Мужчины ездят? У кого нет самолюбия уязвлено, мужское, разнять руку. А оно всегда уязвлено, когда нет денег. Мужчина без денег – никто. Пустое место. Женщина – ладно, но мужчина без денег – пустое место. Как бы ты ни кривлялся, что бы ты там ни говори, что бы ты ни трепал языком, денег нет – пошел вон. Сиди, не вякай. И вот такой пришел, и ходит на работу, и понимаешь, он никогда не выгребется из долгов. Он никогда не женится. Ему ничего не светит. И приходит какой-то парень, встречается и говорит, слушай, Джо, тут есть одна тема сетевая. Он говорит, подойди от меня! Никогда мне больше не рассказывай. Просто разреши я с тобой полчаса только посижу рядом, тебе просто порисую и все. Он говорит, уйди. Уйди! Уйди! Но тот был настойчивый парень. Джо, я тут. Давай я рядом посуду. Но в конце концов сел, порисовал. Всего стоит 56 долларов. Давай, попробуем еще разок. А вдруг получше. Деваться не буду. Потому что шансов никаких. И он начал. Но в этот раз он решил, что он больше никого не будет. Он решил, что он будет работать. И он говорит, я аденизовал в гараже у отца 8. Старой раздолбанной машины. Поставил старый стол. Стер пыль. Протянул со второго этажа шнур. Поставил туда телефон. Взял телефонный справочник. И начал звонить. Я начал звонить в 8 утра. Заканчивал в 22. С перерывом на обед. Каждый день. Приходили пацаны и говорят, давай, пойдем погулять. Я говорю, нет. Я сидел день, неделю, месяц, два, три. Я звонил. Вот как тот дядя, который сбивал дорогу. Он звонил. Через два месяца отец сказал. Джон, я не знаю, что ты там делаешь в гараже. Но если ты так будешь действовать, то обязательно добьешь успеха. Папа был мудрый. Я звонил, говорит он. По холодным контактам. И рассказывал своей компании. Я избрал такую методу. Через три месяца начали подписываться. Подписывался каждый 250-й, с которым я говорил. Он заставил этот бизнес работать. Он заставил его работать. Каждые 250. У нас, вот у меня подписывается каждый третий. мне стыдно говорить об этом. Мне стыдно говорить об этом. Что у меня всего подписано 64 человек. Мне просто стыдно об этом говорить. Я больше говорю для себя сейчас, чем для вас. Потому что я точно знаю, что можно быть уже давно. Но тройной платой. Я точно знаю, потому что каждый третий кому-то рассказывает, хочет. Он просто этого не делает. Что заставило этого парня действовать? Я вам отвечу. Вы уже сами помнили. Его заставило действовать уязвленное самолёте. Он не мог терпеть этот позор. Он был мужчина. Мужчины в зале есть? Не поднимайте руку, я вижу. Если у вас есть самолюдник. Если вы понимаете, что вы бездельник, зеро, ноль. И что не иметь денег – это позор. Тогда можно начать. И вся прелесть стоит тут. Начать можно в любой момент. Я работал в Гербалае. Самое сильное, что там есть – это продукт. Ещё самое сильное, что там есть – там есть обучение и мотивация. Потому что это тяжелейший бизнес, который вот так нужен людям. Его может этот пресловутый Гербалат. А вы зайдите на склад в городе Киеве на площади Перемон. И посмотрите, какой бизнес это. И что он делает с людьми. Это тяжелейший бизнес. Я оказался просто хлипким. Но в больнике. Я ничего там не добил. Но есть люди, которые добивают. Потому что там есть сильнейшая мотивация. И есть такой человек был. Царство его небесное. Его зовут Джим Рон. Кто-нибудь знает? Да. Я был с Джимом Роном на личные встречи. Мы с ним фотографировались. Он мне подписал книгу. Я с ним разговаривал. Он рассказывает свою историю. Он говорит, мне было 26 лет. Я ненавидел весь мир. Потому что я был беден. И никто не хотел давать мне больше в долг. У меня была жена и маленькая дочь. И у нас не было денег. У меня не было работы. У меня не было денег. Мои родители отказывались мне больше давать в долг. Мои соседи перестали мне давать в долг. Я ненавидел правительство за то, что высокие цены. За то, что у них нет налоги. За то, что нет работы. Я ненавидел всех. Я все время плакал и страдал. Я говорил, ну почему люди такие уроды? Ну почему? Почему? Почему мне никто не хочет помочь? Ну почему я такой несчастный? У меня жена. У меня маленькая дочка. Ну почему я нищий? Почему по моей квартире бегают тараканы огромные? Почему? Я спрашиваю. Я все время натыкался на людей, которые говорили мне, что я подлещий. Что я мекина, что я какой-то урод и что я такой нехороший. Это было несправедливо. Я был несчастен, говорил. Потому что у меня не было денег. Никто не давал работу. У меня были проблемы. И с женой были отношения крайне тяжелые. И однажды я сидел и страдал дома, как обычно, говорит этот человек. И вдруг дверь вступает. Я открываю дверь. Смотрю, стоит маленькая девочка. Бой скаут. И говорит. Здравствуйте, мистер. Я из скаутской организации. Меня зовут Крестин. И мне поручили продать печенье. Вот если вы купите у меня печенье, то я заработаю доллар. И принесу в организацию, меня похвалят. Купите у меня две или три пачки. Или хотя бы одну пачку печенья за доллар. И я на нее так посмотрел. И хотел бы и купить. Да у меня не было доллара. И тогда я ей соврал. Я ей сказал. Ты знаешь, дорогая, как раз вот вчера я такого печенья набрал помный шкафчик. И поэтому я говорю. Вот так много. Ты извини. Просто некуда браться. Она говорит. Ну ничего, мистер извини. И побежала. И по лестнице так. Тук-тук-тук-тук-тук. И побежала. А я, говорит, остался стоять в дверях. Вот так. В дверном проем. И вот так я стоял. Вот так вот. И я заплакал. Я стоял. Плакал. И плакал. Мне было 26 лет. Маленькая девочка. Попросила у меня доллар за печенье. Помню, не было доллара. Я был раздавлен. И стоя в дверях. Я поплялся себе, что никогда в жизни. Никогда в жизни. У меня не будет такого случая, чтобы у меня не было доллара. Никогда. Прошло два года. Я выхожу из помещения, из здания, где мы проводили презентацию. Я был лидером сетевой компании. Бизнес у меня летел. У меня было полно денег. И я весь такой воодушевлен, счастлив. С приготовленными цветами в машине. В моей новой машине. В предвкушении, как я сейчас приеду домой и буду. В ммм.